В годы войны наши медики вернули в строй более 72% раненых и около 90% больных воинов. Эти сухие цифры, переведенные в количество человек, могут показаться просто фантастическими. Около 17 миллионов солдат были подняты на ноги и смогли участвовать в боевых действиях благодаря стараниям врачей, медсестер и санитаров. День победы для тех, кто прошел войну. Прошлое остается настоящим. И мы всегда в этот день, всегда взволнованы, вспоминаем своих друзей, однополчан, тех, кто, так сказать, не дошел до победы, в том числе и мои ровесники, так и остались на всю жизнь молодыми, навсегда остались молодыми. Конференция, посвященная мужеству и героизму медицинских работников в годы военного лихолетия, была проведена уже в шестой раз. Ежегодно формат мероприятия меняется, неизменным остается главная цель – сохранение памяти о поколении военных медиков, тех, кто даже в нечеловеческих условиях оставался настоящим человеком, с большой буквы. Цель, в частности, приглашаем ветеранов, во-первых, отдать дань уважения, дань памяти. Просим их всегда в этом отношении выступить. Но цель такая, чтобы мы никогда не забывали, какой ценой нам досталась эта победа. И, в принципе, мы, чтобы предприняли все возможности, чтобы это больше никогда не повторилось. Медицинский работник – одна из немногих профессий, которая навсегда прикреплена к человеку, овладевшему ей. При любых условиях и несмотря на обстоятельства, люди, давшие клятву веры и правды исполнять свой долг, приходят на помощь каждому, кто в ней нуждается. Сегодня, в преддверии Великой Победы, медики Брещены говорят о том, что просто не могут по-другому еще, потому что вера в жизнь, сила духа и мужество поколения войны – для них настоящий пример для подражания. И эталон самопожертвования ради самого главного дела в жизни.